Почти вся манга из Шонен Джамп, хит. Почти вся манга из Шонен Джамп заслуживает внимания почти все. Ключевые сенаны выходили именно там. Магическая битва за два года набрала немалую популярность, такую, что решили снять экранизацию, вышедшую этой осенью, которую тут же объявили шедевром. На деле же приветствую на канале, это Тимомагическая битва. Невероятно ужасающая посредственность. Это не черный клевер, но нечто невероятно близкое к нему по уровню качества и вторичности. Я не понимаю популярности, ибо здесь нет ничего. По уровню необычности и изобретательности это не обещано Неверленд или Доктор Стоун. По уровню экшена, это даже не Блич, Наруто или Ван Пис. От деконструкции жанра вроде Ван Панчмана речи быть не может. Это не нечто точно выше среднего, вроде Геройской Академии, Семисмертных Грехов или Атаки Титанов. Оригинальности кулинарных поединков Сомы тут тоже нет. А что есть? История о главном герое, в котором живет монстр, и при этом он вынужден сражаться с такими же монстрами. Но отношение к главному герою у союзников весьма неоднозначно. Ага, ну да, очередной более проходной клон Девилмена. В принципе все. Остальное в частности. Но если узнакомиться, то с аниме. Потому что визуальная составляющая манги вторит в сюжетной своей посредственности. Это не прям плохо, но безлико. О мире. В нем порожденные человеческими эмоциями обитают проклятия, ранжируемые по уровням и творящие разнообразные непотребства. Есть сообщество заклинателей. Людей, которые так или иначе могут манипулировать силой проклятий, покорять их, управлять, использовать проклятую энергию в защитных и атакующих целях. Как проклятия, так и заклинатели могут создавать свои территории, домены, оказывающие определенный эффект. Конечно, с заклинателями все непросто, даже среди якобы праведных семей полно заговоров, подковерных интриг и просветает коррупция. А наемные заклинатели творят что угодно. Они помогают истреблению человечества. Потому что, ну не знаю, суицидники, видимо. Главный герой обычный, японский школьник. В ходе битвы монстры и члены организации, которые этих монстров убивают, пробуждает свою силу шенигами. Эээ, стоп, не то. А, окей, он съедает палец могучей станова проклятия. И, кстати, в манге он делает это сам, потому что, ну а чё бы нет, в аниме палец случайно соскальзывает в горло. И теперь, будучи отчасти монстром, отчасти человеком, гац, должен сражаться с существами, порожденными человеческими эмоциями, стоп, опять не то. Ален вступает в ряды экзорцистов, пускай даже синих. Но так как в нём живёт ключевой антагонист, который периодически берёт над ним верх, несмотря на высокую сопротивляемость, организация пытается его уничтожить. Чёрт, опять мимо. Благо, облик пустого действует всего пару секунд. Уже в самом начале нам презентуют сильнейшего заклинателя, который имба, настолько, что является ходящей системой сдерживания. Но на самом деле, ну почему-то он как-то вот не всегда убивает некоторых противников, дабы они впоследствии смогли отпинать более слабых персонажей или даже убить их. Потому что, ну а чё бы нет, иначе б сюжет не было. Характер главного героя, да, основы никакой. Типичный протагонист Сёнона. Дед сказал перед смертью, спасай людей, вот он спасает. А чего нет-то? Конечно, нам пытаются сказать, что кто, если не он, проглотил же палец, так что теперь не отвертеться, но кто его заставлял этот палец глотать? Я вот если вижу даже простой, а не проклятый, отрубленный палец, не захочу его есть. Но на вкус и цветы кто мы такие, чтобы осуждать каннибализм, верно? Быть может сложная метафора о том, что все мы в каком-то смысле пожираем друг друга? Мне же периодически говоря, что я чего-то там не понял, не погружаясь в подробности. Может в этом дело? Не обошлось без типичного для Сёнона издевательства над мириадой гендеров. Это что? Это вообще что такое? Ни с чего, вот просто так. Зачем? У всех авторов Сёнонов есть определенный чек-лист, в котором шутейки про трансов, пляжные эпизоды, слышно на горячих источниках, таймскипы, после которых все становятся сильнее. Это настолько необходимо? Причем именно вот этот странный эпизодический персонаж прорисован и два ли не лучше всех прочих. А вот это что за недоразумение? Он вроде бы человек, но боже, фу. Есть группа высокоуровневых проклятий, с которыми работают злые маги, ибо, ну, доверять монстрам самое то. И проклятия хотят убить всех человеков, которые являются источником и родителем всех проклятий, потому что, ну, знаете, таков путь. Но, но без людей проклятий больше не будет. Ну, может, это такая метафора, что все мы стремимся к саморазрушению? Ладно. Часть наемников следует идее тела, в котором живет один из заговорщиков. И идея, опять же, в том, чтобы убить всех людей. Потому что, если убить всех не магов, то проклятий больше не будет. И именно поэтому нужно сотрудничать с проклятиями. И в том и в другом нет никакого смысла. Да и разве массовое убийство миллиардов людей не создаст миллионы проклятий, которые горстко незадачливых шаманов убьют? А со временем мы сами потом исчезнут? Ну, ага. Это проблема будущих нас, как говорится. Ибо, ну, или все просто тупые. Универсальное объяснение дерьмового сценария. Некоторые просто хотят воскресить верховное проклятие, живущее в главном герое. А проще и наслаждаются жизнью. Собственности пока скудноваты. Есть некоторое разнообразие, но посмотрим, что будет. Главный герой бьет руками и ногами. На этом все. Причем удары примитивны. Хотя подобная скудность привычная для протагонистов сенанов. Есть, конечно, теоретическая возможность подмены воспоминаний. И скорее всего она имеет место быть. Ибо если в первый раз все можно было воспринимать как шутку, то подмена воспоминаний врага это уже некий дар. Которым ГГ видимо не подозревает. Ну и впоследствии он само собой научится пользоваться техниками антагониста, живущего в нем. И у меня лишь один вопрос. Чей родственник автор? Ибо в середине 20 начать издаваться в джампе на фоне куда более успешных как старых, так и новых произведений. Каждая из которых значительно превосходит магическую битву. Просто так нельзя. Вот вообще. Нет, возможно, конечно, звезды сошли, шанс один на миллиард. Кто знает. Конечно, отдельные люди могут сказать, ой, ну тут же такое хоррор. Возможно. Просто какие-то воротцы искаженные монстры. Что тут страшного-то? Аниме, ну хоть как-то можно отнести к жанру, ибо анимации и звукам чуть-чуть атмосферу доводят. Но опять же, это не Devilman, где на копье была насажена голова сестры главного героя. Или вроде того. Мяса хватает, отрисать не буду. Но это просто мясо. Даже с учетом того, насколько сомнительно работает возрастной рейтинг в Японии, нельзя себе позволять какое-нибудь детское гура. Кстати, один плюс есть. Как-то не было явного фон-сервиса. Это хорошо. Магическая битва весьма средненький Сёнон. Конечно, на фоне того, что новых Сёнонов стоп. А фон мало? Неужели за столько лет вы еще не обмазались жанром? И ладно бы это было нечто необычное, но все показанное уже было лучше, интересней, больше и качественней, причем много раз. И не просто было, но и есть. Тот же One Piece все еще выходит. И прочих длящихся Сёнонов десятки. А на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и патреон. Спасибо за внимание и пока.